Церемония награждения лауреатов конкурса «Спортивная звезда Беломорья-2016». В десятке лучших знакомые все имена. Евгений Лагунов, правда, отсутствует. Оно и понятно. Пловец живет в Санкт-Петербурге. В составе эстафетной четверки северной столицы он и взял в этом году два золота чемпионата России в Казани. Однако до главного старта сезона в Рио не доплыл, не отобрался. Не смогла осуществить свою мечту выступить на Олимпийских играх и байдарочница Наталья Подольская. Хотя место в сборной чемпионка страны забронировала. Но в печально знаменитом докладе Макларена нашлась строчка про нашу землячку. В итоге отстранение от главного старта четырехлетия. Стрелкам повезло больше. Их в допинговом списке нет. Зато есть в списке лауреатов областного конкурса. Причем в топ-10 сразу четверо. Все занимаются у заслуженного тренера России Александра Поздеева. Доволен ли наставник сезоном? Не вполне. В главную мишень года его подопечные не попали. Были отстранены от участия в Олимпиаде два спортсвена Илья Никимов и Сережа Круглов. По моему мнению не обоснованно. Но это было решение руководства Стрелкового союза России. Там у них свои планы, свои представления, будем так говорить, о комплектовании команды. Круглова отстегнули от сборной за несколько месяцев до Рио. И Кимову, человеку, который за пару недель до Олимпиады взял четыре золотых медали на чемпионате России, дали отворот-поворот накануне игр. Под коверные интриги в Стрелковом союзе уже стали притчей во языцах, но почему-то не предметом для серьезных разбирательств. В итоге поморье в Бразилии представляла только Дарья Вдовина. В стрельбе из пневматической винтовки она стала пятой. Успех? Безусловно. Но не тот, на который рассчитывала сама девушка. Один неудачный выстрел отбросил ее от пьедестала. Эту осечку немножко скрасили другие достижения, о которых говорит супруг Дарьи, также лауреат областного конкурса Леонид Якимов. Кроме Олимпийских игр она участвовала в чемпионате Европы и заняла призовое место, и чемпионаты России, и Кубки России она тоже побеждала в этом году. В итоге Дарью признали лучшей спортсменкой Архангельской области 2016 года. Сама девушка считает, что еще есть куда расти. И не только ей. Я думаю, для меня это признание заслуг. И, может быть, на наш вид спорта больше уклона будет в Архангельской области. Хотелось бы, допустим, чтобы хотя бы тир был в Архангельске. Мы растем, нас много, и приходится тренироваться чуть ли не сменами. Поэтому мы до сих пор рассчитываем на поддержку области, что нам помогут где-нибудь построить в Архангельске тир. Несмотря на расхожую фразу «Стрелок из Новодвинска», проживает Дарья с семьей в Архангельске. Постоянно мотаться на тренировки в город Бумажников – сомнительное удовольствие. Но и на новый тир в Архангельске за счет бюджетных средств пока рассчитывать не приходится. Не то время для экономики региона и страны в целом. Из-за прогнозируемого дефицита бюджета статьи расходов на спорт и так чуть не урезали. В первом чтении, когда был внесен бюджет, статьи на спорт были сокращены существенно, порядка 30%. Найдены были источники финансирования. То есть сейчас это восстановлено полностью финансирование ЦСП «Поморья», для того, чтобы осуществлять выезды всех наших спортсменов на различные соревнования, в том числе на соревнования регионального уровня, северо-запад и федеральные соревнования. Кроме того, у нас восстановлено финансирование на строительство так называемых плоскостных сооружений. То есть хоккейных и футбольных коробок, универсальных площадок, пригодных для волейбола, баскетбола. В этом году таковых обустроено порядка 30. Конечно же, мы в этом году сдали ряд серьезных объектов, например, каток в Северодвинске. У нас планы по строительству спортивных объектов в различных муниципалитетах – Коряжме, в Коноше и так далее. Дорогу к здоровому образу жизни проложили в этом году и в Малых Карелах. Имя ей – лыжероллерная трасса. В Архангельске на Сульфате завершена реконструкция стадиона с укладкой искусственного газона. В сентябре в Котласе открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с площадками для игровых видов спорта, тренажерами. В уходящем году спортивные объекты возводились в регионе не только в рамках каких-либо государственных или муниципальных программ. Иногда в результате инициативы самих граждан. Например, мысль о создании вот этой универсальной площадки, которая подходит в том числе и людям с ограниченными возможностями здоровья, родилась на фестивале «Без границ. Тело общества. Культура». Спортсмены-колясочники предложили идею, социальный кластер Архангельской области мысль подхватил и создал проект. Области спонсоры поддержали. В результате мы получили самую большую в России площадку для воркаута и параворкаута. Это такой вид силовой тренировки, при которой используется собственный вес. Помимо всевозможных турников, брусьев, рукоходов, на территории разместился адаптивный детский городок и зона для сдачи норм ГТО. К слову, о призыве быть готовым к труду и обороне. В этом году более тысячи любителей здорового образа жизни уже выполнили нормативы на тот или иной знак отличия. В регионе должно появиться более 150 центров тестирования ГТО. Пока создано 39. Что до соревновательных перспектив, то календарь по морю на 2017 год полон красных дней. Одни только устьяны в ближайшие три месяца примут в Малиновке и Спартакеаду учащихся России чемпионат Северо-Запада и первенство страны по лыжным гонкам. Кстати, именно на лыжников у поморья сейчас самые большие надежды. На этой неделе Олимпийский комитет России опубликовал список из почти семи сотен кандидатов в сборную для подготовки к зимним играм 2018 года в Южной Корее. Среди них и два лыжника из Северодвинска. Совсем юный Александр Терентьев и опытный Алексей Шемякин. Последний в этом году впервые поднялся на пьедестал почеты на чемпионате России. Есть и третий кандидат в сборную – кайкобежец Александр Румянцев. Этот сезон Архангел-Городец вряд ли может занести себе в актив. Впрочем, возможность проявить себя еще есть. Сегодня в Коломне стартует чемпионат страны. Алексей Карельский, Артем Юдин, Евгений Зыков. 7 дней в регионе.